С дорожной ремонтной кампанией 2017 в Риотове определились некоторые ямы, например, на Победы и новой уже залатали. Теперь это можно делать и зимой. Технологии позволяют. В холодный период, в зимний период можно ложить или литой асфальт, или холодный асфальт. Холодный асфальт разогревают горелками и он превращается в жидкий асфальт, который заполняет ямы. Для зимнего периода она эффективна, но она дороже и трудозатратная. Основной ремонт дворов и дорог начнется позднее. Компания традиционно стартует весной. Одно из первых новый асфальт увидит улица Октября на южной стороне. Здесь его разбили еще прошлой осенью, когда проводили ремонтные работы на жилетной дороге. В итоге сплошные ямы. Даже снег не спасает. Глубина этих ям на улице Октября около 10 сантиметров. Испитание на прочность. Здесь проходят подвески практически всех автомобилей. Водители шутят, через такие ямы можно только летать. Делать это остается недолго. Уже в конце мая дорогу ждет капитальный ремонт. Работы проведут серьезные от молодежной до казанского храма. Здесь отремонтируют чуть больше километра дороги. А еще установят бордюры. Такая же программа и по ремонту дворов. В плане этого года их 19 выбирали вместе с жителями. Упор на 7 элементов благоустройства. Новое освещение, детские площадки, проезжая часть, тротуары, информационные доски, мусорные контейнеры и парковочные карманы. Как показывает практика прошлого года, 2016, данные мероприятия действительно влияют на изменение дефицита парковочного пространства. Если взять, например, в этом году планируется выполнение мероприятий по Советской, доме 15, там достаточно большое количество парковочных мест планируется организовать. 30 миллионов рублей потратят на ремонт дворов и дорог. Из них 18 выделит городской бюджет, еще 12 региональные. Контролировать и принимать всю работу будут и жители Реутова. Злостных должников будут лишать прав, ловить нарушителей. Обязанность сотрудников ГИБДД лишиться водительского удостоверения рискуют те водители, долг которых составляет 10 тысяч рублей и более. У каждого инспектора на посту ДПС есть базы таких должников ГИБДД по городскому округу Балашиха и Реутов за прошлый год. Судебные приставы направили список из 2000 нарушителей. Инспектор, выявляя то, что водитель является должником, составляет протокол, по которому, вот как раз по статье 17.17, по этому протоколу гражданина немедленно отвозят в суд. Суд налагает ему, назначает ему наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов, либо лишает права управления на один год. И тогда вы будете лишены, и тогда придется сдавать заново экзамены и так далее. За 2016 год с помощью инспекторов ГИБДД на дорогах Балашихи и Реутова выявлено 17 должников. Семерых суд приговорил к выполнению обязательных работ, 10 лишены прав. Чтобы вернуть документ, нужно заплатить всю сумму долга. Кстати, у тех, кто работает водителем, права отнимать не будут. Беговая дорожка, 100-метровка, прыжковая яма, 18-го уровня метра. А еще футбольное поле с искусственным покрытием, комплекс ГТО, универсальная площадка для баскетбола и мини-футбола. Все это в плане реконструкции стадиона седьмой школы. О том, как тут будет уже этим летом, сегодня подробно обсудили на выездном совещании. За 43 года стадион не реконструировался ни разу, а новые площадки и оборудование помогут детям достигать лучших результатов в спорте. Спортивные показатели у школы очень хорошие. Мы много лет в городской спартакиаде занимаем первые и вторые места. Нам бы очень хотелось, чтобы наши дети тоже существовали в достойных условиях. В достойных условиях смогут заниматься не только школьники, но и жители всего микрорайона. Пример уже есть. Три школьных стадиона в прошлом году поменяли свой внешний вид и статус. Теперь здесь и тренажеры, и баскетбольное кольцо, и футбольные ворота. Новые площадки позволили риутовчанам северной и южной части города заниматься спортом бесплатно в современных условиях. Физкультура востребована. Видите, даже зимой большое количество детей занимаются физкультурой на улице. Это очень приятно. Конечно, наша задача, как вчера в обращении сказал губернатор, развивать массовый спорт, давать возможность заниматься спортом. Массовый спорт в Риутове есть. В последнее время появилась секция скандинавской ходьбы, школа бега. Ее преподаватель Наталья Назарова говорит, спорт вообще теперь в тренде. А желание пробежаться или подкачать мышцы возникает сильнее, когда это максимально доступно. И человек знает, где этим можно заняться. Лет еще 10 назад ты бежишь, и на тебя смотрят все как на прокаженную какого-то, не знаю, потому что, ну, только собачники гуляли, и все. Еще бежишь, а потом ты останавливаешься, делаешь растяжку, делаешь упражнения. И очень как-то было неловко даже, потому что это был нонсенс. Сейчас сплошь и рядом люди бегают, прыгают, и никто ни на кого не смотрит как-то вот не так. Это здорово на самом деле. На реконструкции стадиона седьмой школы не остановится. В течение трех лет в городе преобразятся все подобные площадки. Тем более, что положительный пример уже есть. Все реконструированные стадионы уже стали центрами спортивной жизни микрорайонов. Солнечную погоду нам обещают синоптики с самого утра. В четверг температура воздуха при этом около 11, со знаком минус. В обед небо должно остаться ясным, а столбики термометра поднимутся на пару разделений. Ну а к вечеру морозно 14 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Это данные сайта Gizmedium.